Итак, продолжаем изучение Бхагавадгиты. Бхагавадгита, как она есть? Шри Шримата Чебахтивиданта, с вами Прабхупада, Ачария-основатель Международного общества сознания Кришны, Перевод и комментарии. Итак, перед изучением Бхагавадгиты прочитаем основные молитвы. Бхагавадгита, как она есть? Бхагавадгита, как она есть? Бхагавадгита, как она есть? Итак, Бхагавадгита, как она есть? Ачебахтивиданта, с вами Прабхупада, Перевод и комментарии, Ачария-основатель Международного общества сознания Кришны. Итак, глава четвёртая, трансцендентальное знание, текст тринадцатый. Четурварням Маясриштам Гунакарма Вибхагашах Тасьякартарам Апимам Витхи Акартарам Авяям. Четурварням Маясриштам Гунакарма Вибхагашах Тасьякартарам Апимам Витхи Акартарам Авяям. Четурварням Маясриштам Гунакарма Вибхагашах Тасьякартарам Авяям. Витхи Акартарам Авяям Четурварням Четыре разделения человеческого общества. Мая Мной Сриштам Созданный Гуна Качество Карма и Работа Вибхагашах С точки зрения разделения Тасья Этого. В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельности, связанной с ними, мною созданы четыре класса человеческого общества. «Знай же, что хотя я создатель этой системы, тем не менее я, будучи неизменен, сам не вхожу в нее». Комментарий. Господь творец всего. Все происходит из него. Все поддерживается им. И после уничтожения все покоится в нем. Следовательно, он создатель четырех классов человеческого общества. К первому классу принадлежат самые разумные люди, называемые браманами. Из-за того, что они находятся под влиянием гуны добродетели. Следующий класс административный, или класс кшатрии, находящихся под воздействием гуны страсти. Люди торгового сословия, называемые вальшими, находятся под смешанным воздействием гун страсти и невежества. Ишудры, рабочий класс, существуют в гуне невежества. Но несмотря на то, что Господь сотворил эти четыре класса человеческого общества, Он, Кришна, не принадлежит ни к одному из них, потому что Он не является одной из обусловленных душ, образующих человеческое общество. Человеческое общество подобно любому другому обществу животных. Но для того, чтобы человек мог подняться над животным уровнем и систематически развивать сознание Кришны, Господом были созданы вышеупомянутые классы. Стремление человека к деятельности определяется воздействием на него соответствующих гун материальной природы, определяемых его кармой. О влиянии различных гун материальной природы на жизнь человека говорится в 18 главе этой книги. Человек в сознании Кришны, однако, находится даже выше Брахмана. Хотя предполагается, что Брахманы знают Брахмана, высшую абсолютную истину. Большинство из них осознают только проявление Господа Кришны как имперсонального Брахмана. Но тот, кто выходит за пределы ограниченного осознания Брахмана и достигает понимания Верховной Божественной Личности Господа Шри Кришны, обретает сознание Кришны или другими словами, становится Вайшнавой. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных экспансиях Кришны, а именно о Раме, Ересимхе, Варахе и других. И как Кришна трансцендентален по отношению к системе разделения общества на четыре класса, так и человек, находящийся в сознании Кришны, выходит за пределы любых делений человеческого общества, рассматриваем ли мы деления рода, нации или вида. Текст четырнадцатый. Намам карма нилимпанти, наме карма бхалесприха, и тимам ёбхеджанати, карма бхирна сабадхияте. Намам карма нилимпанти, наме карма бхалесприха, и тимам ёбхеджанати, карма бхирна сабадхияте. Намам карма нилимпанти, наме карма бхалесприха, и тимам ёбхеджанати, карма бхирна сабадхияте. На, никогда, мам, мне, карма ни, все виды работы, лимпанти, влияют. На, не, ми, мой, карма бхале в кармической деятельности, сприха стремления. Ити, таким образом, мам, мне, ях, тот, кто, апхиджанати, знает, карма бхих, последствиями такой работы. На, не, когда, сах, он, бадхияте, запутывается. Нет такой деятельности, которая влияла бы на меня, я не стремлюсь к плодам её. Тот, кто осознаёт эту истину обо мне, также не запутывается в кармических последствиях своей деятельности. Комментарий. Как в этом материальном мире существуют изначальные законы, утверждающие, что царь не может поступать неправильно, или что на него не распространяются законы самого государства, также и Господь, хотя и является творцом этого материального мира, не подвергается его воздействию. Он творит, но стоит в стороне от своего собственного творения, тогда как живые существа запутываются в сетях кармы из-за их стремления господствовать над материальными ресурсами. Владелец предприятия не несёт ответственности за правильные или неправильные поступки своих рабочих, они сами отвечают за них. Живые существа заняты деятельностью ради удовлетворения собственных чувств, но такая деятельность не предписывается Господа. Ради получения всё больших чувственных наслаждений живые существа трудятся в этом мире и стремятся к райскому счастью после смерти. Но Господь завершён сам в себе, и его не привлекает так называемое райское счастье. Небесные полубоги всего лишь его слуги. Владелец предприятия не стремится к удовольствиям низшего свойства, каких могут желать его рабочие. Господь находится в стороне от материальной деятельности и её последствий. К примеру, дожди не несут ответственности за различные виды растительности, появляющиеся на земле, хотя без этих дождей невозможен рост этой растительности. Ведическое смрите подтверждает это следующим образом. В материальном творении Господь есть только высшая причина. Непосредственная же причина – материальная природа, благодаря которой космическое проявление становится видимым. Существует большое разнообразие среди сотворённых существ. Это полубоги, люди, животные, и на всех на них оказывают влияние их прошлые хорошие или дурные поступки. Господь просто даёт им возможность совершать эти поступки, регулируя их гонами природы, но сам он не несёт ответственности за их прошлую и настоящую деятельность. Веданто Сутри 2.1.34 говорится «Вальшамья нарк хренье насапек шатват». Господь относится беспристрастно ко всем живым существам. Живые существа сами отвечают за свои действия. Господь только даёт им возможность совершать их через посредства материальной природы, внешней энергии. На человека, сведущего в сложных вопросах этого закона кармы или деятельности ради её плодов, не действуют последствия такой деятельности. Другими словами, тот, кто осознаёт трансцендентальную природу Господа, уже обладает сознанием Кришны и уже не подвержен законам кармы. Тот же, кто не знает трансцендентальной природы Господа и думает, что деяния Господа направлены на получение материальных результатов как действия обычных живых существ, естественно, запутывается в сети кармических реакций. Но тот, кто познал высшую истину, есть освобождённая душа, утвердившаяся в сознании Кришны. Текст пятнадцатый. Эвам, таким образом, Гьятва, хорошо зная, Критам, было исполнено. Карма, работа, пурвайх, авторитетами прошлого. Апи, хотя, мукшу пхих, кто обрёл освобождение. Куру, просто исполняй. Карма, предписанные обязанности. Эва, непременно. Тасмат, поэтому. Твам, ты. Пурвайх, предшественниками. Пурватарам, в древние времена. Критам, как исполнялись. Все освобождённые души в древние времена действовали с таким пониманием моей трансцендентальной природы. Поэтому ты должен исполнять свой долг, следуя по их стопам. Комментарий. Существует два рода людей. Сердца одних заполнены нечистыми материальными стремлениями. Другие же свободны от них. Сознание Кришны равно благотворно как для тех, так и для других. Первые могут прийти к сознанию Кришны через постепенный процесс очищения, следуя регулирующим принципам преданного служения Господу. Те, кто уже очистились, могут продолжать действовать в сознании Кришны, оказывая благотворное влияние на других, тех, кто последует примеру их деятельности. Глупцы или новички в сознании Кришны, не имея знания о сознании Кришны, часто хотят отойти от деятельности. Желание Арджуны уйти с пуля брани не было поддержано Господом. Человеку следует только знать, как действовать. Отойти от деятельности в сознании Кришны и сидеть в стороне, просто демонстрируя свое такое сознание, не так благотворно, как действительная деятельность ради Кришны. Арджуне советуется здесь действовать в сознании Кришны, следуя по стопам предыдущих учеников Господа, таких как Бог Солнца Вивасван, о котором говорилось ранее. Всевышний Господь знает обо всем, что Он совершал в прошлом, как и обо всех поступках людей, действовавших в сознании Кришны в прошлом. Поэтому Он рекомендует пример Бога Солнца, который постиг это искусство от самого Господа несколько миллионов лет назад. Все такие ученики Господа Кришны упоминаются здесь как освобожденные души, занятые выполнением обязанностей, определенных самим Кришной. Текст 16. Кришна. 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 бездействие эти таким образом к ваях разумный api также отра в этом вопросе мохитах введены в заблуждение так тот те тебе карма работа провакшими я объясню я который я тва зная мог я си ты будешь освобожден а шубхат от несчастье даже умные люди не знают что есть действие и что бездействие теперь я объясню тебе что есть действие и зная это ты освободишься от всех несчастье комментарий действуя в сознании кришны следует брать пример с истинных бахт господа живущих до нас это рекомендуется в пятнадцатом стихе также объясняется почему не следует действовать независимо чтобы действовать в сознании кришны человек должен следовать руководству уважаемой личности принадлежащий цепи ученической преемственности как объяснялось в начале главы наука сознания кришна была впервые передана богу солнца а он уже пересказал ее своему сыну ману который в свою очередь объяснил ее своему сыну их шваку и таким образом она распространяется по земле с незапамятных времен поэтому человек должен следовать по стопам авторитетов прошлого принадлежащих цепи ученической преемственности иначе даже самые разумные люди будут введены в заблуждение относительно установленного образа действий в сознании кришны именно поэтому господь решил дать арджуне прямые указания по вопросам сознания кришны имея такие предписания господа исследуя примеру арджоны никто не будет введен в заблуждение говорится что человек не может удостовериться верности религии проверяя ее с помощью эксперимента так как экспериментальное знание несовершенно действительности религиозные принципы могут быть изложены лишь самим господом тхармам тусакшат бхагават пранитам шремат бхагаватам 6 3 19 никто не может создать религиозные принципы при помощи своих несовершенных измышлений необходимо следовать великим авторитетам таким как брахма шива народа ману кумары капила прохлада пхишма шукадева госвами ямараджа джанака и бали махараджа с помощью мыслительных спекуляций человек не в состоянии выяснить что есть религия или самореализация поэтому проявляя беспричинную милость к своим бахтам господь непосредственно объясняет арджоне что есть действие и что бездействие лишь деятельность совершаемое сознание кришны способна вырвать человека из путь материального существования текст 17 карману хиапи бодхавиам бодхавиам чави карманах а карман аж чабут хавиам гахана карма много тих карману хиапи бодхавиам бодхавиам чави карманах а карман аж чабут хавиам гахана карма много тих карману хиапи бодхавиам бодхавиам чави карманах а карман аж чабут хавиам гахана карма много тих карманах работы хи непременно апи также бодхавиам должно быть понято бодхавиам должно быть понято чак также в карманах запрещенной работы а карманах бездействия чак также бодхавиам должно быть понято гахана очень трудно карманах работы готих вход все хитросплетения деятельности очень сложны для понимания поэтому следует хорошо знать что есть действие что запрещенное действие и что бездействие комментарий если человек серьезно стремится к освобождению от материальных пут ему необходимо понять различия существующие между действием бездействием и запрещенными действиями анализ того что есть действие реакция искаженные действия необходим так это очень трудный вопрос чтобы понять что есть сознание кришны и соответствующая деятельность человеку следует узнать о своих отношениях со всевышним то есть пройдя обучение совершенно убедиться в том что каждое живое существо вечный слуга господа и поэтому необходимо действовать находясь в сознании кришны все содержание бхагавадгиты ведет нас к такому заключению любые другие выводы против этого сознания и ему сопутствующей деятельности являются ли кармой или запрещенными действиями чтобы понять все это надо общаться с авторитетами пребывающими в сознании кришны и узнать этот секрет от них это столь же хорошо как и получить знание непосредственно от господа иначе даже самый разумный человек зайдет в тупик текст 18 черного собак zat и гармане о гармуют пошлифтеächst а кармане чакар моя собудь 芍 манануешь чешу саю ктофтителе знакар мама кред арманий а кармана я пошли а кармане чакар моя� 우리는 Сабуд химан мануш ешу, саюб тах крит сна карма крит. Кармани а кармаях пашьет, а кармани ща кармаях. Сабуд химан мануш ешу, саюб тах крит сна карма крит. Кармани в действии, а карма бездействия. Ях – тот кто. Пашьет – наблюдает. Акармани – в бездействии. Ча – также. Карма – кармическая деятельность. Ях – тот кто. Сах – он. Будхиман – разумен. Манушьешу – в человеческом обществе. Сах – он. Юктах – находится в трансцендентальном положении. Критсна – кармакрит, хотя и вовлеченный во все действия. Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии. Его положение трансцендентально, хотя он и занят разнообразной деятельностью. Комментарий. Человек, действующий в сознании Кришны, естественным образом освобождается от таков кармы. Все его поступки совершаются во имя Кришны, поэтому он не наслаждается результатами труда и не страдает от них. Поэтому такой человек разумен, хотя он и занят различной деятельностью для Кришны. А карма означает «без последствий деятельности». Имперсоналист прекращает всякую деятельность и страха, что последствия ее могут стать камнем преткновения на пути к самореализации. Но персоналист четко знает свое положение вечного слуги Верховной Божественной Личности. Поэтому он занимается деятельностью в сознании Кришны, и так как все совершается во имя Кришны, он, выполняя свои обязанности, наслаждается лишь духовным счастьем. Известно, что занятые в этом процессе не желают личного чувственного удовлетворения, а сознание себя, как вечного слуги Кришны, делает человека неподвластным различного рода последствиям его деятельности. Текст 19-й. Текст 19-й. Текст 19-й. Текст 19-й. Текст 19-й. Текст 19-й. Пекст 19-й. Центра 20-й. Пекст 19-й. Декст 19-й. удовлетворению. Санкалпа – решимость. Варджитах – лишены. Гьяна – совершенного знания. Огни – огнем. Дактха – сожжен. Карманам – чья работа. Там – ему. Ахух – объявлять. Пандитам – образованный. Будхах – те, кто знают. Тот считается обладающим полнотой знания, кто свободен от стремления к чувственному удовлетворению. Мудрецы говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания. Комментарий. Лишь обладающий подлинным знанием может понять действия человека, находящегося в сознании Кришны. И так как человек в сознании Кришны свободен от наклонности к чувственным наслаждениям, следует понимать, что он сжег все последствия своей деятельности посредством совершенного знания о своем истинном положении вечного слуги верховной божественной личности. Тот действительно образован, кто достиг такого совершенства знания. Развитие этого знания о вечном служении Господу сравнимо с огнем. Такой огонь, однажды зажженный, может сжечь все последствия деятельности человека. Текст двадцатый. 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 необходимого, и тогда на него не действуют последствия его греховных поступков. Комментарий. Человек в сознании Кришны не заботится о том, какие плоды принесет ему его деятельность. Его ум и разум полностью контролируются. Он знает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего, и поэтому роль, которую он играет, будучи частичкой целого, не избрана им по собственному усмотрению, а определена Всевышним, и только выполняется через его посредничество. Рука, совершающая движение, поступает так не по собственному желанию, а в соответствии со стремлениями всего тела. Человек в сознании Кришны всегда сообразуется с желаниями Всевышнего, не думая об удовлетворении своих чувств. Совершая действия, он подобен деталям в механизме машины. Как детали машины требуют смазки и чистки для поддержания ее работоспособности, так и человек в сознании Кришны поддерживает свое существование только для того, чтобы быть способным к трансцендентальному любовному служению Господу. Поэтому он защищен от всех последствий своих поступков. Подобно животному, он не имеет собственности, не претендует даже на собственное тело. Жестокий владелец может убить животное, являющееся его собственностью, и животное даже не будет протестовать. Нет у него и никакой подлинной независимости. У человека в сознании Кришны, полностью погруженного в самореализацию, очень мало времени на ложное устремление к обладанию каким-либо материальным предметом. Для поддержания тела и души он не пользуется неправедными средствами накопления денег, а потому не оскверняя себя подобной материальной греховностью. Он свободен от всех последствий своих поступков. Субтитры создавал DimaTorzok